Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Другая цена, то есть от цена и до. Как сделать так, чтобы поставить приставку от перед ценой? К сожалению, такого нет функционала самого WooCommerce. Давайте в этом видео реализуем такое на сайте, но обойдемся без сторонних плагинов. Реализуем это маленьким кусочком кода. Итак, на моем демо-сайте. Сначала давайте посмотрим, как это может выглядеть у вас. Вот у меня есть товар. Видите, как цена выглядит. Начальная цена, конечная цена. Вариативного товара. То же самое, если мы провалимся в карточку товара, мы здесь увидим вот такое вот. Иногда есть задача или просьба, если вы для кого-то делаете или вы делаете на заказ сайт, поставить цену от. Зачем же нам нагружать сайт плагином для такой маленькой фичи, когда можно просто поставить кусок кода? Тем более я даже не знаю таких плагинов, которые это реализуют. Итак, где взять этот код? Это может выглядеть примерно так. Под каждым моим роликом вы подробнее зайдете. Здесь будет свернуто. Нажмете вот здесь еще. И у меня всегда есть в статье вся информация. Найдете вот примерно подробнее в статье. И ссылка на мой сайт. Переходите. Открывается соответствующая статья на моем официальном сайте fedorovasilev.com и прокручиваете статью чуть ниже. Вы увидите код после строчки. Начинается отсюда прямо с самого начала. Вот так вот все с сайта выделите прямо вот до конца. Обратите внимание, последняя фигурная скобка, закрывающая этот код. И копируем отсюда. Но прежде чем мы вставим этот код, давайте немножко сначала поговорим про темы. Вот я использую на демо-сайте очень популярную тему для интернет-магазина WooCommerce под названием Woodmart. Woodmart на борту имеет так называемую дочернюю тему. Она у меня по умолчанию. Вот. Она как раз и нужна для того, чтобы мы могли вставлять сторонний код. И при обновлении сайта WordPress, WooCommerce, самого шаблона, у нас наши наработки, наш код не слетал. Обязательно для этого нужна дочерняя тема. Если вы используете шаблон, и у вас нет дочерней темы, попробуйте обратиться к разработчику. Возможно, ее надо отдельно докачать. Вы, конечно, можете вставить и просто в свою тему этот код, но если у вас шаблон обновится, то код этот слетит. И придется либо каждый раз этот код заново загружать, что не есть как бы удобно, да? Либо, возможно, есть какой-то плагин, который будет универсальный, служить дочерней темой для, не знаю, всех тем, у которых нет дочерней темы. Если, конечно, такое существует, я не знаю. В общем, это может быть проблемой, если нет дочерней темы. У меня она есть, она по умолчанию. Что мы делаем дальше? Даже несмотря на то, что у меня дочерняя, у вас может быть просто тема, в любом случае мы идем в внешний вид, редактор, тем. У вас, естественно, вначале будет такое предупреждение, будьте осторожны, вы нажмете в этом всплывающем окне ОК, вы увидите примерно вот такую вот картину. Здесь вот надо будет перейти сбоку, видите, в функцию .php. Прям мышкой нажимаем на него, чтобы открылся, подгрузился этот файл. Вот он у меня погрузился, подгрузился, и просто внизу, в пустом месте, я прям немножко отступлю, я вставляю этот код, вот он у меня с 13 строчки начинается, вот так вот. И нажимаем обновить файл. Идем на сайт, обновляем страницу, и вместо цены от и до, и прочерка у нас, видите, подставляется от, цена, и как это действует, давайте посмотрим. Если мы делаем выбрать вариацию, вот у меня есть цвета, зависящие от цены. Цена показывается, то есть здесь у нас не происходит изменений, хотя хотелось бы, но изменения происходят именно здесь. Ну и в корзине человек увидит эту цену, естественно. То есть вот это, черный цвет стоит вот такая сумма, да, желтый подешевле. Вот. И теперь как это выглядит в карточке товара. В карточке товара тоже цена от, если выбираем цвет, или любой другой параметр, не обязательно цвет, любой другой атрибут, который подвязан к своей цене, естественно, цена, вот в моем случае это здесь, зависит от шаблона, возможно цена как-то будет более крупнее, в другом месте находиться, зависит от шаблона. Но это работает. То есть изначально это вот, но когда мы атрибуты все выбираем, цена, естественно, будет, вот она меняется, допустим, чуть дешевле, в корзину, посмотрим корзину, вот естественно цена здесь уже стоит, человек, который выбрал цвет подешевле. Вот такой короткий урок, надеюсь, для вас он был интересен и полезен, а я с вами не прощаюсь, и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok